МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Который я, вместе с апельсином, моим другом, пришел. Игорь, что мы сегодня будем готовить с твоей помощью на нашей кухне? Мы будем делать один экспериментик. Хорошо. Будем один экспериментик. Экспериментировать. Так. Слушай, так. Так, здесь уже варятся два апельсина. Обед готов. Они варятся для того, чтобы я сделала маленький экспериментик. Потому что я не знала, что делать. Эксперимент называется «Съешь вареный апельсин?» Нет. Этот вареный апельсин пойдет в пирог. Пирог мне угостила подруга. Моя подруга угостила в Лондоне. И мне он очень жутко понравился. Ну, еще бы. И он еще был очень какой-то такой... Потому что у подруги была аллергия на пшеницу. Она не может муку есть. Он без муки был. Он без муки. Мы сегодня будем готовить пирог без муки. Да. Так. А, и еще я подумала, такую вещь, когда к вам подруга звонит и говорит, а, я такая голодная, я такая голодная, и надо что-то быстро бум-бум свалить. Давай мы начнем, знаешь, с чего? Мы поставим пирог. Давай поставим пирог. Если есть еще очень странное, это форма для пирога. Я первый раз вижу такую форму для пирога. Небурка, надо почаще приезжать из Лондона в Россию. У нас уже, так сказать, новые технологии. Да. Давайте мы лучше, что мы будем, значит, для пирога. Это форма для выпечки. Теперь нам надо вынять апельсины. Вынимайте, сколько, давай я буду их вынимать. Апельсины, они должны гореть сейчас. Это я выключу. Так. Ой, как хорошо ты придумал вынять их. Я бы руками их вынимала. Ну. Как-то... Нет, обожгут, наверное. Наверное, да. Теперь нужно их... У меня есть любимые слова, которые в прошлый раз у тебя... Почопать. Почопать. Что это... Да. Дело в том, что чоп в переводе с английского языка, да, это означает порубить, да? Рубить. Вот. Прямо вот так вот, прям все... Прямо вот так вот их надо порезать, порубить. Смотрите как. Вот. На-на-на-на. И нам кожура тоже нужна, да? Да. Но нам не нужно вот этот, как его, наверное, пимпочка. Да, друзья. Пимпочка в помидор... В помидорах, простите. Вот. Я думаю, что пимпочка нам не нужна. Вообще, когда ко мне приходят гости... Вот удивительное... Я бы хотел два слова посвятить пимпочке. Пимпочка – это такая штука, она не естся. Это очень мудрое замечание, Ангеборга. Да? Но удивительное дело, пимпочки, что у апельсинов, что у помидоров, есть нельзя. Их можно есть, но они невкусные. Вот посмотрите, что сделала Ангеборга. Мелко, но достаточно, да? Уже все, это потом... Теперь, мне надо сконцентрировать сахар, вот весы. Можно, моя подруга делает с фруктозой, потому что там, если у кого-то диабет, то делает с фруктозой. Или даже если... Сколько нам нужно сахар, Ангеборга? Сахара нам нужно 275 грамм. Ты как сейчас... Ты как гимн Литвы сейчас пела, вот это вот? Я вспомнила, верите. 275? 275. Плюс 140. Да. Весы сами тебе пошли навстречу, смотри, округлились. 140. 140. 300. Нет, 400. 15! Да? А где есть разрыхлитель теста? Разрыхлитель теста. Сейчас. Ангеборга, а вот же он. Смотри. Вот он. Смотри. Сейчас нужно... Это 6 яиц. Да, это 6 яиц. Ты меня спрашиваешь? Да, это 6. Так, разрыхлителя надо 3 ложки на всякий случай. 3 чайных ложки, да? Ну, чайных. Давай. Скажи, пожалуйста, разрыхлитель для того... Вот странно, да? То есть тесто у нас без муки, да, получается? Да. Я думаю, что сюда, вначале. Давай. Ну, вот один, ну и такой же второй. Все-таки это ты с хипой такой дал, сахар. Все, хватит, да? Да. И надо так его помешать, потому что все-таки разрыхлитель должен быть равномерным все-таки, насколько я... Я не очень понимаю... Зачем вообще здесь нужно разрыхлитель? Пить в печенье, в пеке. В пеке? В пеке. Так, теперь... Что делаем мы дальше? Мне нужно для мусора, это, для скорлупы. Давай, я все сейчас, все сделаю. Так. Оп. На-на. Раз. Ты можешь сразу молотить? Вот так вы решили? Нигиборга, подожди! Остановись, дорогая моя, смотри. Я не могу тебе... Что, мы обрызгаемся? Посмотри, посмотри, что есть. Ну, вот же. Будет очаровательная. Смотри, смотри, смотри сейчас, что будет, Нигиборга. И все, и ты уйдешь... Счастливой. Счастливой и чистой, значит, программа. Давай, сюда. Сразу засыпаем? Так. Никогда не делала этого. Подожди, а еще яйца? Так яйца будем... Нигиборга, я тебе объясню, подожди. Нигиборга, стой! Понимаешь? Смотри. Ну, а я там не вижу. Так, Нигиборга, не всегда для того, чтобы понять, что там, нужно видеть. Жухи вы, жухи вы. Такое яйцо крутое. Шумит сурово Брянский лес, друзья. Шесть яиц. Двести семьдесят граммов сахара. Ну, ну, да так, серьезно, сейчас. Серьезно, это посмотри на мое лицо. Можно мне поделать и посмотреть все-таки? А что тебе смотреть? Ну, хорошо, ты сейчас будешь... А я посмотрю на тебя, вот сейчас. Я тебе сказал. Вот так, друзья. Ярким примером на собственном опыте. Ты пришли к тому. Смотри, что у нас есть, Нигиборга, для тебя. У нас есть... Молотый... Миндаль. Миндаль. Как много нужно молотого миндаля? Молотого миндаля. Сейчас, секунду, я тебе объясню. Для того, чтобы узнать, сколько там, можно даже вот... Вот так вот, кучечкой. Да подожди. Давай кучечкой. Дело в том, что они одинаковые, Нигиборга. Да. А мы помним, что она весит 140 грамм. 140 грамм. Да. Окей. Дальше. Здесь ровно 230 граммов миндаля. Прелесть. Ну и да. Теперь это не... Заканчиваем? Да. Какой сделай финальный, такой все-таки надо как-то драматически подойти к вам. Все. Очень хорошо. Так. Начались ирландские танцы. И мне сказали, моя подруга сказала, что это надо аккуратно туда... Смешать это? Да. Давайте смешивай. Вот прям так аккуратно, как ты и сделал только что. Итак, два апельсина вареных один час с цедрой. И измельченные при помощи измельчителя вместе с шестью яйцами. Двумя чайными ложками разрыхлителя. И вместе с сахаром сейчас смешиваются с молотым миндальным орехом. Теперь, если тебя не затруднит, пожалуйста, достань из морозилки мороженую малину. Так. Мороженое малину. Так. Вот. Ммм. Хочешь попробовать? Ну-ка. Вкусно. Ммм. Угу. Ну вот. Замороженная малина. Замороженная малина. Ну вот, пожалуйста, покидай. Сколько нам нужно? Ну, чуть-чуть вот так. Кидай, мы посмотрим. Вот так. Угу. Вот так. Угу. Давай ягодки. Вот целые ягодки. Я целые ягодки. Вот я так по глазу накидала малины. Значит, друзья, запомните, малины нужно кидать по глазу. И мимо. Одна пошла. Одна пошла мимо. Ну вот. Вот так. Вот смотрите, что делает Ингеборга. А духовка наша уже разогрета. На сто шестьдесят пять. На сто шестьдесят пять. Ну, примерно. Так. Ну вот. Ммм. Все. И вот это сейчас мы прямо устанавливаем. Угу. Открывай. Вот так буль-буль-буль. Дело в том, что... На-на-на-на-на. Может быть, все-таки... Знаешь что? Может быть, все-таки посередине мою... Это все нормально. Давай. Все нормально. Проднейшая форма для печенья. Подожди. Друзья, пока Ингеборга будет доедать остатки сырого теста, короткая пауза в нашей программе. У нас сейчас короткая реклама, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что Добкунайта в переводе с литовского иногда означает вареный апельсин. И бегут быстрее всех весов на свете эти электронные весы. Андрей Макаревич, после обеденное взвешивание. Дорогие друзья, смотрите на канале. Мы продолжаем. У нас в гостях Ингеборга Добкунайта, с которой мы уже приготовили и поставили в духовку пирог по рецепту. Заскорбили. Ну, повторяйте это слово. Это моя подруга, которая ждет ребенка. Ее зовут Кят чаще. Значит, имя ее Кят. Кят, как кошка. Как кошка. Фамилия ее не так важна, друзья. Ведь она ждет ребенка. Давайте мы сейчас перейдем ко второму блюду. И сейчас, насколько я понимаю, будет блюдо, которое Ингеборга предлагает всем, тем, кому неожиданно постучались гостью. Для того. Еще. Надо спросить всегда у людей, которые тебе нечаянно вроде бы попадут. Это если люди говорят, ну нет, мне уже надоело, это твоя паста, уже не могу. Я не могу больше есть эти твои тарталетки с икрой. Это гусиную печень, что ты мне суешь свою. Нет, это я не делаю никогда. Как это ты никогда не делаешь? Ну, я видел гусей без печени, которые выбегали из твоей квартиры. Это, знаешь, такая метафора. На самом деле я имею в виду артистов Театра Маяковского, конечно. Так. Значит так. Давай, Ингеборга. Это, и вы спрашиваете их, а ты ешь фасоль? Они так, ммм. А тунец? А тунец. Ну ладно. А лук? Ну лук так ужаленный. И если все эти ингредиенты им подходят, а они вежливые, и они чаще всего говорят, ну ладно. Ну ладно. А это, у меня всегда есть банка фасоли дома, валяется где-то. Банка тунца. И банка тунца. Это у меня на черный день. Да, друзья. Этот салат можно сделать вообще простой, 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 когда вообще ничего не есть, только тунец и фасоль, и лимон. Очень надо. Тунец, фасоль, лимон, жареный лук. Начинаем. Нет, нет, можно и без лука. Это когда беда уже совсем. У нас есть возможность. А у нас есть все. Значит, вот просто мы объясним, почему. Это фасоль, уже которую мы достали из банки. Ну она такая, эта фасоль с такой жижечки. Будем промывать. Вот так. Ну про, 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 вообще теплой водой лучше. Ну вот. По-моему, она промылась. Промылась. Так. Окей. Прелесть. Вот. Пускай это стекает. Теперь мы берем фасоль. Теперь, а в чем мы будем делать это? В чем? Да. Ты знаешь, что это такое? Что если взять вторую такую плошечку и склеить прозрачную... Люстра. Люстра, абсолютно верно. А если взять вторую плошечку, склеить ее прозрачной изолентой, продеть ниточку и направить... Дискотека. Ну, можно и так, но лучше просто так. Но лучше просто так. Пусть стекает этот фасоль. Да, это все не надо повторять, это в 80-е. Значит так. Теперь, если... Эти... Вот. Масло от тунца. Тунец нам нужен в масле или в собственном соку? Значит так. Есть два варианта. Иногда у вас масло есть в тунце, иногда нету. Если тунец с маслом, то масла не добавляем. Салат? Да, салат. Если тунец без масла, и вы хотите такое, ну, подиетичнее... Сколько лука нам нужно? Лук нам нужен один. Окей. О! Я его зажгла. Нам надо сковородку, может быть. Да. Мелко. Совсем мелко. Ну, нормально мелко. Мелко так мелко, Менгеборга. Вообще-то мы с тобой очень долго делаем это. И... Ну, слушай, мы с тобой это делаем специально дольше, чтобы было видно. Чтобы пирог попекся. Чтобы, во-первых, попекся пирог, у-вторых, чтобы... Ой, как ты хорошо лежал. Во-вторых, чтобы было видно, как мы это все готовим. Это оплаженный трюк. Я режу, а не аплодирует. А-а-а. Потом по 200 рублей раздаешь и уходишь королем. А я любуюсь бесплатно. Ты любуешься, абсолютно верно, бесплатно. Так. Так. Ну что? Масло. 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 Я кладу вообще очень... Оливкового, да, чуть-чуть? Ну, любого. Вот так. Я кладу чуть-чуть, и я делаю только... Потому что я не очень люблю жирное масло. Жирно. И я делаю так вот так. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Так. Как бы мы назвали этот салат? Этот салат... Кому? На быструю руку? На быструю руку. Да. На быструю, да? На быструю руку. Так. Окей. Можно еще... Я бы даже сказал, наскорую его назвать. На совсем скоро. А здесь можно добавить помидоры для свежоты? Если кто-то очень хочет. Для свежоты к томсу помидор? Да. Ну, можно и так. А можно добавить зелени. Да, я добавляю зелень. Это уже совсем удобрительный получается. Мы можем уже лук выкладывать? Конечно. Вот. И вот так пусть пожарится. Вот. Я чуть-чуть... Ну, это я уже так стараюсь для... Лимона сколько нужно? Лимон мы будем выжимать туда по взгляду. Здесь он, этот фасоль, ну, чуть-чуть, как будто мы его убираем из воды. Я все понял, что дымит, чтобы у нас было как можно меньше... Ну, чуть-чуть меньше воды. Обсушить фасоль, как это называется, да? Так. Смотри, как я предлагаю что-то делать. Да. Потому что можно? Мы могли бы, конечно, вам предложить взять и каждую фасолинку аккуратно просушить феном. Кстати. Можно? Кстати говоря, не каждую. А, посмотри, вот взять и на слабый фен поставить такую мощность и так просушить. Плохо будет? Ты знаешь, там есть такой риск попадания волос. А можно взять фен Федора Бондарчука? А почему он такой мелкий? Ну, в общем... В общем, понятно. Лук должен пожариться. Лук жарится. Окей. Все. Окей. Ну, вот сюда. Фасоль, подожди, подожди. А, давай я подержу так. Думаешь... Оооо! Значит так, здесь тунца у нас многовато. Конечно, я могу сделать вступление, что если бы мы, конечно, готовили этот салат заранее, то мы бы с тобой сварили отдельную фасоль. Конечно, конечно. Более того, фасоль может быть двух или трех видов красной, чтобы красиво было. Я не люблю. Я люблю... Из банки? Понятно. Теперь, вот, вопрос о соли. Так как из фасоли и в тунце солить достаточно, то лук я не солю. Вот, видишь, она рассыпчатая какая получилась. Ну, да, да. Теперь смотрите, вы берете... Тунец. Ну, вот. И вы его там... Распределяем. Да, но не давим его тогда вот так вот просто. А я вообще-то его потом... Давлю. Угу. Ну, я его... Вот смотри. Отделяю от масла. Здесь многовато. Давай еще. Многовато? Да, ты любишь много. Я люблю много тунца. Так, надо не жалеть ничего и перемешивать. И все. Вот так. Это на скорую журу мы делаем. С этого момента я уже начинаю подъедать дома. Потому что я всегда это делаю очень голодное. Это дело абсолютно личное. Кто любит больше тунца, кто любит больше фасоли, кто... Ну, там это все. Дальше. Теперь лимон я выжимаю, если нету здесь этих самых... А можно я выжму, у меня руки в лук? Пимпочил. Потому что если нет, я через руку выжму, даже если они есть. Ну вот, лук жарится. Кто любит больше с маслом и луком, если ты горишь желанием мне помочь, то можно... И это опять же по вкусу. Что ты любишь? Или кинзу больше, или... Петрушечку. Петрушку. Петрушку. Я бы предпочел сюда петрушку. Ну, давай петрушку. Да. А у нас есть помидор? Есть. Мы можем вообще... Это такой салат с прогрессом, я считаю. Знаешь, какой прогресс? Прогресс такой. Это, вот что ни на есть... База. Это база. Вот. Все. Это уже можно поедать. Ну вот. Как ты думаешь, лук у нас обжарился? Неплохо? Я думаю, что пахнет, по крайней мере, как будто бы он обжарился. Но может быть, все-таки еще чуть-чуть масла добавить туда, нет? Ну, можно. Он так немножко подгорает, по-моему, нет? Нет. Мне нравится, когда чуть-чуть лук подгоревший. Но это делает вкусно. Вот. Прекрасно, прекрасно. Теперь ты начинай пробовать. Ну, давай добавим лук. Давай добавим лук. Весь? Ну, вот все. Вот так. Перемешаем. Это все, этот салат вообще, не важно пропорции, не важно все, потому что вы делаете это по глазу и по вкусу. Ингеборга, салат у нас готов, но не до конца. Не до конца надо попробовать и добавить, по-моему, туда. Лимон, я и говорю, лимон. Значит, друзья, мы это все сделаем через небольшой перерывчик. У нас короткая реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. Вы знаете, после какого русского знаменитого блюда появилось выражение «танцевать от печки». Это еще что? Вот у нас в программе «Время оператор» работал, так он жидкость для чистки линз пил, не закусывая. Михаил Юрьевич Лермонтов, герой нашего времени. Дорогие друзья, с вами на Первом канале. У нас в гостях Ингеборга Даткунайта. И мы продолжаем готовить. Теперь, смотри, раз у нас пирог пирожится в духовке, то вот, пожалуйста, очень прошу, я понимаю, может, ты не любишь, что нет ее фасоль? Очень люблю, то нет фасоль. Вот, мне кажется. Можешь еще лимон? Нет. Нет. Мы можем освежить это. Так. Помидоры. Вот прямо. Может быть, вот. Вкуснее было бы, если бы мы порезали кусочками. Давай это сделаем. А какими кусочками? Ну, небольшими. Совсем такими? Совсем как ты умеешь так по-мастерски. Чин-чин-чин-чин. Тогда я сейчас нарежу это маленькими кусочками помидорку. Если не большой помидор, а маленькие такие помидоринки, то их очень хорошо пополовинке. На-на-на. Черри. И туда. Черри. Скажи, а тебе удается вот русскую кухню, я имею в виду, ну, какую-то ту, к которой мы привыкли, потому что то, что ты готовишь, честно, пирог, это чувствуется английская, это сноровка. Нет, это я... Ты готовишь друзьям англичанам что-нибудь отсюда? Я могу неплохо сваять борщ. Вот. Но борщ я варю, конечно, не по-русски, потому что у нас в Литве не добавляется в борщ капуста. Так. У нас не добавляется, но у нас кидается в борщ для вкуса при убавлении чуть-чуть копченой колбаски. А-а-а. Или чуть-чуть копченый такого, ну, кусочек мяса копченого, но небольшой, чтобы он придал такой... Аромат копченого, да, такой? Вкусно. Смотрите, какой. Капуста накопченая поменяли, значит. Да. А у нас капуста, все. Ну, вот и все. Еще очень освежает этот такой салат кинза. Но это или петрушка, или кинза. Правильно. Значит, будем считать, что салат у нас... Более-менее готов. Но я бы кинула еще чуть-чуть лимонное все-таки. Поскольку... Еще? Из этого же... Из этой же серии, например, когда у вас нечего подать к чему-то там, ну, к главному блюду, ну, вот и что-то очень хочется, то вы кидаете фасоль. Так же промутаю в кастрюлю. Так. На огонь. Так. Так делайте, промешивайте. Туда чуть-чуть оливкового масла и лимона. Да. И очень тоже неплохо. Вот. Это для любителей фасоли. Я фасоль люблю. Так же можно с чечевицей бросить. Кстати, очень вкусно заменить это чечевицей. Все? Да, все, мне кажется. Ты знаешь что? Да. Единственное, что я все-таки бы наставил, что если вы это готовите дома, все-таки фасоль варить самостоятельно. И тогда фасоль не будет разваливаться. Она будет такой крепенькой. Мне нравится подразвалившаяся фасоль. Ну, это такое дело вкуса. Ну, давайте мы похлопаем. А может быть нет. Нет. Не будем хлопать? Есть такой момент. Все-таки. Неужели ты сейчас делаешь, я так и думал. Вот этот вот момент. Ой. Так, друзья, посмотрите, что делает Ниборга. Он такой, ну, хоть и на очень быструю руку. Но, тем не менее, у нас есть несколько минут, которые нам нужно дождаться пирога. Я предлагаю тебе сократить это время. Я смотрю на это и думаю, что, конечно же, кулинарного супер-блинска здесь нет. Но здесь есть очень практичная встреча друга. Подруги чаще всего. Вот, значит, друзья, хотел бы отдельно сказать. Этот салат готовится быстро, а потом получается очень вкусно. Ниборга, в общем, друзья, делаем короткую паузу. Раз, два, три. Пойдемте, вот это лишнее. Ты же сказала, все. Три. Пожалуйста, все готово. Я своего позволения Ниборга выкладываю на вилочки. Я подволновываюсь, называется. Ну так, потому что волноваться из-за пирога не стоит. Есть гораздо в жизни побольше волнения. Ну так, подволновываться не стоит, Ниборга. Так, я предлагаю такую вещь. Я предлагаю вот такую вещь. Поаплодировать. Дальше, Ниборга. Давайте не прыгать через... Не говорить оп через... Пока не перепрыгнули, потому что это все-таки эксперимент. Подожди, Ниборга, подожди, не трогай, не трогай, это все горячее. Я могу. Но надо осторожно. Подожди, Ниборга, подожди, не трогай. Все, я уже потрогала. Ваши аплодисменты, друзья. Ваши аплодисменты служат наградой. Его надо есть холодного, но времени у нас нет. Времени у нас нет. Пока пирог у нас стынет, я предлагаю Ниборгу сделать то, о чем мечтают сейчас гости, которые стремительно ворвутся к тебе домой. А именно попробовать тот самый салат из тунца, который приготовила ты. Все, мне хватит, спасибо. Значит, друзья, хочу вам сказать одно. Что Ниборга, конечно, является... Большим ядоком. ...гость счастья, так называют Ниборгой. Поэтому тебя так все и приглашают в гости. А я Ниборг. Так, ну давайте попробуем. Значит, я сейчас пока быстро расскажу, как готовится салат. Банка тунца, банка фасоли. Фасоль промывается, тунец в масле. Обжаривается отдельно на очень маленьком количестве масла лук. Добавляется туда. Петрушка режется, помидор режется и лимон выжимается. Ого! Пробуем. А вкус-то благородный. Знаете почему? Потому что постоял немножко. Да, он на следующий день вообще мне очень нравится. Нравится? М-м. А через два года... Дорогая Ниборга, ну а сейчас мы с тобой перейдем к очень важному. Надо попить чаю, чтобы не было вкуса после тунца. Сладкое? М-м. Итак, Ниборга, за твое здоровье. Пока мы поднимаем за всех влюбленных. Кстати, сегодня день Святого Валентина. Сегодня день всех влюбленных. Да? Это праздник, который празднуют уже очень давно. и празднует его все влюбленные. И мы с Ниборгой предлагаем вам вариант того, как можно отпраздновать день влюбленных. Если к вам неожиданно явился ваш влюбленный в вас человек... Нет, если его не было, не было. А вдруг он бум свалился? Бум свалился, да. И вы тогда берете, угощаете его вкусным быстрым салатом, а он говорит, ну хорошо, салат, но я же тебя люблю, мне бы что-нибудь сладенькое. И тут вы ему раз пирог. Все. На самом деле, Ингеборга, просто все зрители, которые нас смотрят, очень любят тебя, твое творчество, фильмы с твоим участием, сервизионные передачи с твоим участием. Ингеборга, мы тебя поздравляем с этим праздником. Спасибо. Поздравляем тебя, твою семью. И, конечно, хотим сейчас в качестве десерта отведать, как говорится, особого пирога. Как готовится пирог? Два вареных апельсина. Вынимаем из них... Ну, пимбочки, которые наверху. Да, это очень важно. А дальше, не очищая ничего, час вот эти апельсины варились, вы их просто мелко разрезаете. Осторожно, туда надо ввивать 6 яиц. Но осторожно, потому что горячий апельсин и яйца, может быть, сразу сварится там, мама. Ну, чтобы не свернулся белок. Да. После того, как вы это сделали, вы берете сахар, 250 грамм. Чуть меньше 300 грамм. Добавляйте туда 2 чайные ложки разрыхлителя для теста. Лучше разрыхлитель перемешать с сахаром до этого, чтобы он равномерно перемешался. И после того, как вы все это сделали и очень-очень хорошо перемешали, в полученную массу вы добавляете замороженную малину. И еще измельченный миндаль. И поставите этот пирог в духовку, разогретую до 165 градусов, ровно на 1 час. А внутри-то он сочный какой. Ты посмотри, а. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы можем и по одной тарелке, может, поедем. Ну, давайте, знаешь что, мне не жалко, просто ты себе-то ты положила. Это я тебе положила. М-м-м. Конечно. Щедро. Я же себе. Давай попробуем. М-м-м. Это не пирог. А что это? Это, как это-то, пудинг, наверное. Пудинг? Ну, это вкусный пудинг. Давайте мы похлопаем Ангеборге. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он просто вкусный. Он просто вкусный. Внутри, более того, он очень сочный. Да, он сочный. Угу. Он может. М-м-м. Это просто очень вкусно. Знаешь, это я положил что-то среднее между... Сарлатка. Нет. Я бы сказал, это что-то среднее между пирогом и запеканкой. Вот. Угу. Вот. М-м-м. Ничего. Он все более и более вкусный. М-м-м. Угу. А вот... Тоже обожгла небо, да? СМЕХ Мне кажется, что он, если честно, может быть, в любом варианте. Вот в этом варианте я бы сюда добавил шарик ванильного мороженого. Даже не ванильного, а малинового. Ну, это, наверное, надо внести какой-то такой редакционный момент, что это все-таки не пирог. Это какой-то... Пудинг-запеканка. Ну, да. Все. У нас есть Ингиборга для вас подарок. От нашего спонсора. Корзина ароматного, цейлонского, душистого чая Акбар. Чай Акбар – неиссякаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Это раз. И это еще не все, Ингиборга. Всемирно известный производитель посудок Таппуэр дарит инновационные изделия. Деликатесница, набор столовых приборов премиум и сотейник от шефа из нового металлического каталога. Таппуэр, ваша кухня превратится в праздник. Вот так. Ингиборга. Спасибо. Я поставлю это вот здесь. Я хочу сказать спасибо еще раз Ингиборге Дабкунайте. Поаплодируйте, пожалуйста, Ингиборга Дабкунайте. Спасибо. А мы на этом заканчиваем программу СМАК. Увидимся совсем скоро. Друзья, всех вас поздравляем с Днем Святого Валентина. Смотрите нас в следующей программе. Вы узнаете, почему миндаль в переводе с французского означает «принесите, пожалуйста, толковый словарь». Спасибо.